Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Недавно президент Майя Санду заявила, что президент и правительство Молдовы не будут вмешиваться в переговоры по газу. Ситуацию прокомментировал экс-министр экономики и бывший премьер-министр Молдовы Александр Муравский в соцсетях. Как расценивать это решение, задался вопросом он. Муравский отмечает, что с формальной точки зрения все верно. Газ есть продукт, который один экономический агент ПАО «Газпром» поставляет, продает другому экономическому агенту АО «Молдовгаз». И, соответственно, именно эти два игрока договариваются между собой о цене. «Если бы было много поставщиков, то покупатель мог бы объявить тендер и выбрать лучшего продавца», написал Муравский в соцсетях. При этом бывший премьер-министр подчеркнул, что от цены на газ зависит экономика страны. Но сами понимаете, какова реальная ситуация. И понимаете, что от условий, прежде всего цены, поставок, продажи газа, зависит не только состояние АО «Молдовгаз», но и состояние всей экономики страны и жизненного уровня населения, учитывая, что от цены газа зависит и цена, вырабатываемой в республике электроэнергия, и в значительной части теплоэнергия. Плюс ко всему, правительство РМ является владельцем 35,33% акций АО «Молдовгаз». Все это говорит о том, что правительству РМ сам Бог велел играть активную роль в переговорах. Каким именно образом? О, тут много вариантов, но всегда правительство РМ играло активную роль в процессе подготовки и подписания контракта, будь то переговоры на уровне премьер-министра и его зама, отвечающего за энергокомплекс, соответствующими лицами правительства РФ, будь то контакты на уровне президентов, будь то прямые контакты представителей правительства РМ с руководством ПАО «Газпром». Но такое участие было всегда. Президент Санду объявила, что правительство РМ в этом процессе участвовать не будет. Что это дело двух экономических агентов? А вы знаете, я тут подумал, может оно и к лучшему. Участие такого президента и такого правительства с таким уровнем квалификации и такой внешне по отношению к РФ политикой скорее только навредит делу. Правда, чувствую, что после подписания контракта с новым, более высоким уровнем цены, чем сейчас. Что неизбежно, президент НКО весь гнев обрушит на руководство АО «Молдовгаз». Но мы-то знаем цену и цель этого гнева, не так ли? Написал экс-вице-премьер и привел в пример правительство Венгрии. К вопросу о самоустранении нашего президента и правительства от участия в переговорах с ПАО «Газпром», а также длинных рассуждениях на эту тему вице-премьера Спыну. Из сообщения агентства ДВ вытекает, что Венгрия согласовала с Россией условия контракта о поставках российского газа сроком на 15 лет и, судя по сообщениям, на более выгодных, чем в предыдущем контракте условиях. Ситуация весьма схожа с РМ. В Венгрии главным импортером газа и последующим поставщиком его венгерским потребителем является ЗАО «Панрусгаз», аналог нашего «Молдовгаза», который является основным переговорщиком с ПАО «Газпром». Правительство не сидит в стороне в роли простого наблюдателя. Согласно заявлению «Газпрома» в ходе встречи Миллера, председатель правления ПАО «Газпром», и Сиярта, министра иностранных дел Венгрии, стороны рассмотрели ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в газовой сфере, включая поставки газа в Венгрию. Речь также шла о работе венгерской стороны по расширению национальной газотранспортной системы. Вот так-то, добавил Муравский. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok